Обязательно надо надевать масочку. Я люблю вот этот именно тренажер. Хотя у меня ножки накачаны. Горда раскрасилась. Он медовый. Что там еще, не знаю. Вроде бы глаз не режет. Такие нежелонные. Всем привет, привет, мои хорошие. Добро пожаловать. Я решила пробежаться, прогуляться. Такая аллейка отдыха. И здесь даже есть тренажеры. Сейчас прогуляюсь, посмотрю. Немного отдохну. Ой, ну правда там народец. Я думала, немножко позанимаюсь. Но все занято. Хорошо. Как всегда. Зелень. Погода у нас сегодня облачная. Но очень тепло. Здесь рядом трамвайная линия. Он пошел. И вот она, эта аллейка. Ну, чтобы сюда ездить все время заниматься, это как бы далеко. Но место хорошее. Вот уже и солнышко вроде пробивается. А я с зонтом. Потому что обещали проливные дожди на неделю. Но пока... Пока тишина. Ой-ой-ой, я вижу такую красоту. Сейчас я вам покажу. Ну, такое я вижу первый раз. То есть в нашем городе это первый год, когда вот такое вот делают. И еще сейчас я ехала на трамвай. Еще остановку дальше. Тоже очень красивые там дельфины, по-моему. Я тоже вам покажу. Боже, какая красота. Девчонка с медвежонком. Мамашка с коляской. Ну, я так поняла, что это для отдыха детей, мам, родителей. Ой, ну вообще красота. Я сейчас даже потрогаю, с чего это. А-а-а! Это искусственная травка. Знаете, такая... Ну да. Блин, но все равно красиво. Приятно посмотреть. Глаз радует. Ну, хоть что-то. Так, вон там еще тренажерчики. И все. И там начинается уже овощной рынок. Вот так вот. Сейчас пойду обратно. Мне тоже надо зайти на рынок. У ребенка закончились темные носки. И мне нужны. Поэтому вот так вот. Видите, небо затянутое. Солнце где-то пробивается. Прям так греет хорошо. Ну, бабочки, бабочки. Бабочки летают, бабочки. Ой, полетела тоже, красавица. У-ту-ту. Ну все, я возвращаюсь. Пройдусь, прогуляюсь по рынку. Правда, знаете, обидно. Я сто лет не была на рынке. Не делала покупки. Я имею в виду вещи. Там такое вот. Ну, надеюсь, что скоро-скоро я буду ходить, как прежде. Делать покупки. Потому что себе я никогда не отказываю. Всегда делаю себе приятные вещи. Просто сейчас ситуация. И то время от времени я радую себя. Я все-таки не выдержала. Забралась на тренажерчик. И сейчас покачаю ножки. Ой, все скрипит. Здорово. Я люблю вот этот именно тренажер. Ну, хотя у меня ножки накачаны от моего движения. Вон есть еще вот пробежаться. Вот какая-то штучка. Вон бабушка. Посмотрите, какая молодец, а. Вот это я понимаю. Уважуха. Так старается. Дай бог ей здоровья. Вот и молодежь тоже. Тоже молодец. Так что сейчас вот я покачаюсь. И побегу дальше. У нас продолжается масочный режим. Везде в транспорте. В общественных местах. Рынки, магазины, больницы и так далее. И даже по улице, вот где много людей, обязательно надо надевать масочку. А, не дельфины. Морские котики или тюлени, кто это сделали как-то посередине на перекрестке. Близко не подойдешь. Так я с высоты. Красота. Ну все, наконец-то я дома, потому что на улице погода разыгралась. Жарище наступило невероятное. Я забежала на рынок. Буквально взяла сыну несколько пар. Сто процентов хлопок. Носочки темные. Себе капроновых набрала. Так, на всякий случай, чтобы было. Потому что осень не за горами. Так же прихватила на всякий случай, чтобы было. Пару новых трусишек. Вот такие вот розовенькие. Беленькие. Беру только ХБ. Синтетику вообще не переношу. И долго искала обычную белую футболку. Для работы. Потому что у нас белый верх. Строго. И вещей у меня белых много. Но они все с яркими рисунками. С черепами. Надписями. Рубашки с длинным рукавом. И я зашла. Куда я зашла? В Остин. Зашла в Остин. И купила за 300 рублей футболочку. 44 размер. Такая вот она. Беленькая. Тоже хэбэшечка. На первое время. Ну вот. Но все равно маленький рисуночек есть. Но мне нравится. И надпись клевая. Короче сойдет. Набрала мешок укропа свежего. Потому что я про зелень всегда забываю. И сейчас я нарежу и в морозилку. Так будет надежнее. Я всегда так делаю. Потому что когда забываешь. Уже знаешь. Что в морозилке у тебя обязательно есть. Так. Зашла в аптеку. Взяла спиртягу. 90%. Обрабатывать. Все что можно и нельзя. Вот такое вот мыло. Антибактериальное. С морской солью и с эфирным маслом эвкалипта. Используется в медицине. Почти пол литра. И стоит оно по-моему 70 рублей. Ну плюс-минус что-то. Ну пахнет так прям знаете. Едко-едко. Потому что эвкалипт. Вот я очень люблю жвачку. Эклипс. И беру только эвкалипт. Она такая знаете. Противозачаточная. Вот мыло. Такое же. И взяла мешок банан. Я любитель бананов. Вот. И у нас они почему-то стали недорогие. Вот. Всего лишь 70 рублей. Так что сейчас на мою. И буду лопать бананы. Все остальное тоже постираю. Обработаю. И буду приводить себя в порядок. Я здесь быстренько готовлю макароны по-флотски. Вот у меня здесь парш. Свиньина, говядина, лук, чеснок, специи, перчик. И сейчас добавлю морковочки. Макарошки, спиральки варятся. Ну так знаете быстро. Ужин. Без заморочек называется. Укроп я тоже настругала. Получилось вот такое вот ведерко. И сейчас отправлю в морозилку. А делаю я это буквально за 5 минут. Ножницами. Очень просто, быстро и удобно. Я уже сделала масочку, мешок, полотенце. И сейчас расскажу, что за маска. Я сегодня в новых шортиках. Да, пришлось пойти купить. Потому что недавно делала уборку. И почти все выбросила. Да, есть у меня такая вредная привычка. Купила недорого. 200 рублей. Главное хэбэшечка. Спортивный вариант. Но правда не люблю такой цвет. Но другого не было. Ну вроде бы глаз не режет. Такие нежно-лимонные. Короче, сойдет. В них можно гонзать дома. Брать на отдых. И заниматься спортом. Вот сейчас я сделаю бег на месте. Поприседаю. Позадираю ноги. И жизнь удалась. И какую я обычно делаю маску на волосы. Беру кокосовая маска. Полторы чайные ложки. Добавляю витамин А, Е. Рыбий жир. Миндальное масло. Касторовое масло. Все это смешиваю. Наношу. И хожу часа полтора-два. Чем дольше, тем лучше. Ну, чисто маска для блондинок. Нет, конечно, и с другим цветом тоже можно. Потому что любому волосу нужно питание, увлажнение, восстановление, гладкость и так далее. И проще, может быть, купить и не заморачиваться. Но лично я предпочитаю свои. И именно масляные. Потому что они прям эффективные, эффективные. Масло плюс витамины. И это надежнее. Я уже знаю, что это работает и лечит. Здесь вот полторы чайные ложки кокосового масла. Буквально по пару капсул. Вот я сделала витамин А, Е и рыбий жир. Миндальная и касторовая. Тоже буквально по несколько капель. Вот сейчас это все перемешаю. И ручками буду наносить. Никакими кисточками, ничем. Чисто руками. Все. Одеваем целлофановый мешок на голову. Укутываем полотенцем. Делаем домашние дела. Пьем чаек. Смотрим телевизор. Красота работает на нас. Дела делаются. Короче, совмещаем полезное с приятным. Смотрим телевизор. И буквально недавно я купила скраб для лица и тыквенную масочку. Это Корея. Решила попробовать. Сегодня вспомнила. И сейчас я это все проделаю. И поделюсь с вами, что хорошо, что плохо. Может быть кому-то пригодится. И расскажу вам, наверное, самую быструю, простую и бомбически эффективную маску. С крема Невея. Вот такой вот скраб цветом. Вот такой жиденький. И с крупиночками. Видите? Блестящие крупиночки. Я люблю такое. Ну, сейчас посмотрим его в деле. Ну что? Он мне понравился. Он такой нежный. Такое ощущение клевое в лице подщипывает. Даже румянец появился. Морда раскраснилась. Он медовый. Что там еще не знаю. Перевода нет. Но одним словом супер. Ну, а сейчас иду делать тыквенную масочку. Пахнет вообще замечательно. Она такая... Ой, белопрозрачная. Все, пошла наводить красоту. Увлажняющий крем. Название обо всем говорит. Всеми известны. И я даже удивлюсь, если кто-то не знает. Крем Невея. Благодаря увлажняющей формуле. С эфцеритом и пантенолом крем очень хорошо увлажняет. А это важный пункт в уходе за кожей. Питает, не содержит консерванты. То есть натуральный продукт. И никаких противопоказаний. Надо толстым слоем наложить крем на лицо. И держать, как любую другую маску, 20 минут. После чего снять салфеткой крем. И все. Знаете, есть простые элементарные вещи. И правильно говорят. Все, что просто, гениально. Так что используйте этот крем. И я думаю, моя информация оказалась для вас полезной. Здоровья и красоты вам!